Приветствую вас. Из вашего текста вытекает такая общая мысль, что вы сейчас, на данный момент, временем очень потеряны, да, то есть потерялись. И вы не знаете, что вообще случилось, что вообще происходит, почему у вас нет друзей, почему нет личных отношений, почему тот же вы хотели заниматься, например, в университете, да, вас это теперь уже больше не радует, вас это теперь уже больше не вдохновляет и, собственно, вы находитесь в состоянии такого кризиса. Так вот, правда в том, что вы действительно находитесь в определенном кризисе. Вы знаете, в быту существует такое мнение, да, что, ну вот, есть, значит, кризисы, да, то есть родного возраста, родного, ну, как бы, единственный кризис один, кризис среднего возраста, ну, и все, собственно. Только кризис среднего возраста. В действительности же, в действительности же, кризисов их куда больше. Их гораздо больше, и они, эти кризисы имеют куда более, ну, такую, знаете, серьезную подоплеку, чем это, например, может, как сказаться на первый взгляд. Я писал вам, обязательно писал вам, что я имею в виду. Ситуация в следующем. Дело в том, что в жизни человека бывают различные переходные этапы, когда привычные модели, привычные установки, привычные ценности, привычные когнитивные карты поведения не дают того, что человеку, например, хочется, того, что человеку, например, хотелось бы. Перестают давать. То есть давали, давали, а потом просто взяли и перестали. И, как бы, в этот момент наблюдается у человека, наблюдается тревожность, очень хорошо. У человека наблюдается перепарное настроение, у человека наблюдается апатия, ну, может наблюдаться апатия. И, собственно, такому человеку требуется помощь в преодолении этих проблем. Как? Дело в том, что в процессе деятельности, в процессе жизнедеятельности много вещей меняется. То есть человек меняется сам, меняются его взгляды. А мир вокруг, жизнь вокруг, она остается, в принципе, такой же. И человек, по сути, оказывается в состоянии когнитивного диссонанса. Потому что вроде бы все то же самое, что и всегда, но при этом это уже не несет абсолютно никакого удовольствия, абсолютно никакого наслаждения, абсолютно никакой радости. Понимаете? Какая штука. И... человек не понимает, что произошло. Почему так? Знаете, мне кажется, что вы жили под довольно таким, ну, может быть, сильным контролем. Я не знаю, контроль кого у вас был. Может быть, контроль, это был родителей. Может быть, контроль это был еще кого-то. Но то, что контроль был, это однозначно. И... этот контроль... он определил вас. Он определил то, что вы будете делать. он определил то, как вы будете устраивать свою модель поведения. Он определил то, как вы будете действовать. Определял, точнее. Правильно сказать, именно определял. изначально. И до поры до времени это работало. До поры до времени. А потом, в какой-то момент, перестало. Потому что реальность изменилась, стала другой. другой. И те, те привычные модели поведения, которые у вас были, перестали удовлетворять ваши потребности. Потому что до этого, например, до этого момента вы были и чувствовали себя одной или одним человеком. А после определенного опыта, после определенных обстоятельств вы скорее всего стали чувствовать себя уже другим человеком. И это нормально. Просто вам нужно помочь в этом адаптироваться. Адаптироваться к вашей ситуации и к любой ситуации, в принципе, возможно. Для этого нужна помощь, для этого нужна работа, регулярная, желательно регулярная работа с психологом. потому что нужно определить ваши желания, ваши изменившиеся потребности, ваши изменившиеся взгляды, ваши изменившиеся, скорее всего, векторы движения. все у вас не поменялось. Но вы по привычке продолжаете еще к этому стремиться. Вы по привычке продолжаете еще делать все это. Хотя удовольствие вам по понятным причинам, да, это уже не принес. ну и нам сказать, что в общем-то принести не может. Поэтому подумайте сейчас, что вы хотите. подумайте сейчас, что вам бы хотелось, чего вам бы желалось. что вы делали в последний раз для того, чтобы вам, именно вам, и только вам, было хорошо. когда в последний раз вы делали что-то именно для себя. Не для кого-то, не для мамы, папы, может быть, кого-то еще, а именно для себя. Когда? Когда в последний раз вы это делали? Я рекомендую вам на эту тему как следует подумать, вот, потому что это это очень очень важно. И что на вас давит? то есть вы же скорее всего испытываете давление на себя со стороны, допустим, тех, кто вас окружает, со стороны, допустим, тех, с кем вы находитесь в отношениях определенных вот. У этого есть причины. То же самое. И эти причины необходимо разобрать. Точно так же, как причины того, что с вами происходит. Сейчас, на данный момент. Вот. Во-первых, какого момента вы чувствуете потерянность? Какого момента? Вот. Когда начали ее чувствовать? Вследствие чего начали ее ощущать? Вот, именно потеря себя. как вы реагировали на это? Как пытались реагировать? Что пытались сделать? Как пытались себя вести в этой ситуации? что получилось? Что А что нет? Понятно. Понятно, что какие-то вещи не вышли. Понятно. Но тут надо сказать, что они не должны. То есть, у вас не должно было получаться все сразу. Это нужно время. И помощь. опять. Вот. Поэтому я рекомендую вам в данной ситуации обратиться именно за приватной беседой, за приватной консультацией к специалисту, который вам бы понравился, который вас бы устроил. Вот. И которому вы, собственно говоря, могли бы доверить мою проблему. я полагаю так. Потому что, ну, как по-другому? Ведь проблему решать нужно. И я думаю, что вы это понимаете, что проблему решать нужно. Ну, и соответственно, сама себя проблема это не решит. Поэтому нужно думать, как ее решить. Так что подумайте, поанализируйте. Лучше всего, если вы себе вот сейчас на ну, на данный момент дадите немножечко времени для того, чтобы отдохнуть, чтобы прийти в себя, чтобы научиться прислушиваться к своим эмоциям, прислушиваться к своим желаниям. И потом, собственно, будет вопрос чего хотите? Что нужно? Что чувствуете? Вот постоянно, если проанализировать ваши чувства, что чувствуете? и почему? Почему именно это? Почему именно это, а не другое? Например. Вот. То есть вот эти все моменты значит прислушивания к своим чувствам, их анализ. что чувствуете? я чувствую? Почему я чувствую? А, почему я чувствую именно это, а не, там, что-то другое, да? Почему я ощущаю именно это, а не что-то, ну, именно это я чувствую. Да? Почему? Вот. Именно с этим нужно будет работать. То есть вы не привыкли прислушиваться к своим чувствам, вы привыкли... Ну, вы привыкли слушать других, возможно. Можно вы не привыкли слышать и слышать себя. И это, к сожалению, это естественно для вас. То есть не надо думать, что это что-то такое, понимаете, прямо из ряда вон выходящее. На самом деле это вполне нормально, вполне естественно. То, что вы испытываете. Но если вас не учили чему-то, если вы не научились чему-то, то откуда может что-то взяться? Понимаете? Откуда могут взяться какие-то навыки, например? Ну, они не возьмут сами по себе. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду и не нагружайте себя тем, чего, например, допустим, потянуть не можете. Потихонечку, постепенно, постепенно все можно решить. Главное, чтобы было желание. На этом, я думаю, можно закончить. Мой ответ. Я надеюсь, что он вам поможет. Я надеюсь, что он вам поможет положить начало пути, ну, начало нового пути в вашей жизни. Вот. Обращайтесь, обращайтесь за помощью, если будет желание такое. Вот. Я думаю, что я и мои коллеги вам всегда и с радостью поможем. Вот. Сделаем все, что в наших силах. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.